Дополнительные средства будут направлены в 2022 году на субсидии на производство и реализацию продукции оленеводства. Депутаты повторно рассмотрели расходы бюджета на эти цели на заседании парламентской комиссии по вопросам КМНС, природопользования и экологии. Ранее на заседании профильной комиссии, состоявшейся 12 ноября, депутаты не согласились с предложенными Департаментом природных ресурсов, АПК и экологии суммой средств, заложенных в окружном бюджете на следующий год на субсидии оленеводам. Речь шла о сохранении субсидии в 150 рублей за 1 килограмм продукции оленеводства при реализации оленины, в том числе сторонним потребителям. Также встал вопрос об объеме мяса оленя, который акционерное общество мясопродукты может принять у оленеводческих хозяйств на переработку. Повторно к рассмотрению темы вернулись накануне. Основной вопрос, исходивший от комиссии по МНС, заключался в объеме мяса, который гарантированно будет расконтрактован мясокомбинатом нашим окружным. По данным вопросу уже предварительно заключены договоры на больше чем 600 тонн мяса. С учетом того, что проведена была работа до загрузки контрактов мясокомбината, мы связались с администрацией миллиардных субъектов, сопредельных с нами. Предварительно есть договоренность о заключении контракта именно на 300 тонн. То есть 800-900 тонн мы на уровне прошлого года планируем обеспечить. После повторного обсуждения вопроса о субсидиях для оленеводческих хозяйств, депутаты согласовали первоначальный размер бюджетных ассигнований, заложенный на 2022 год в сумме 154 миллиона рублей. Но с рекомендацией увеличить ее между первым и вторым чтениями законопроекта об окружном бюджете. Администрация нескольких нового округа при доработке проекта закона округа ко второму чтению и последующих изменений бюджета в течение 2022 года увеличит бюджетное ассигнование на субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства на 2022 год в сумме 50 миллионов 112 тысяч 200 рублей. Ну и на следующие годы, соответственно, по потребности, исходя из необходимых изменений. И рекомендовать администрации НАУ установить субсидию на возмещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, исходя из ставки 150 рублей за килограмм, с тем условием, что сегодня расходы по бюджету мы утверждаем, исходя из выплаты субсидий в 150 рублей для прочих потребителей. Депутаты также предложили отрегулировать порядок предоставления субсидий оленеводческим хозяйствам с тем, чтобы цены на оленину для населения региона были доступными. Тогда мы с вами должны в регулировании цен принять участие мясо, которое реализуется для населения. Вот это второй вопрос хотелось бы. Когда, в какие сроки и какая цена будет? Представители профильного департамента пообещали проработать вопросы регулирования цен. Что касается положения дел в оленеводческой отрасли в целом, то, как было отмечено на заседании, показатели в настоящее время оставляют желать лучшего. Если раньше одно или два хозяйства, значит, была динамика отрицательная, сегодня по вашему докладу, да, видно, что это всем уже хозяйствами отрицательную динамику развития. Ну, это на самом деле очень плохо. Да, мы давали всегда субсидии для мясокомбината, и это, может быть, в то время было правильно. Сегодня надо, наверное, на самом деле пересматривать этот подход. Не о чем и говорили в том числе и руководители. Вот у нас, они же надеются, что вот будет все хорошо, да, у них не получился разговор с департаментом. Они обращаются к непосредственно депутатам, и в их обращении что содержится. Они просят, чтобы все-таки были учтены суммы на коральные работы на весь осенний и весенний период, да. Они просят, чтобы была модернизация вот их производства. Может, на самом деле, разработать программу по поддержке всех сельхозпроизводителей. Обсуждение темы поддержки оленеводческой отрасли будет продолжено в собрании депутатов Ненецкого автономного округа совместно с представителями профильных ведомств.